Каждый год в Казанском федеральном университете проводится множество исследовательских работ, которые выходят за рамки вуза и становятся полезными для республики. Свои обороты набирает и кафедра астрономии, и космической геодезии физического института. Так, студенты проводят исследования по дистанционному зондированию, которые впоследствии могут быть полезными как для экологии Татарстана, так и для всей страны. Они получают результат, и эти результаты должны быть достоверны. Мы не собираемся эти результаты складывать в папку, но прежде чем о чем-то говорить, мы хотим говорить об этом уверенно. Конечно же, мы свои результаты направим уже и в этом году, то, что мы делаем в экологию. Одной из таких работ стала магистрская диссертация Надежды Сериной, студентки первого курса магистратуры. В своем исследовании она отражает экологическую проблему, актуальную для всего по Волжье. Регулярное цветение Волги не только неприятно эстетически, но может и привести к экологической проблеме. Явление цветения воды охватывает открытые водоемы практически по всему миру. И явление волжских вод уже давно привычное явление для всех, кто проживает вблизи этой водной артерии. Поэтому эта тема меня заинтересовала. Я решила исследовать, как можно применить данные дистанционного зондирования земли для мониторинга экологии реки Волга. Цель дистанционного зондирования земли – в получении различной информации об объекте без приближения к нему, а также в создании пространственных данных. Приборы, используемые для такого зондирования, размещаются не только на земле, но и на космических летательных аппаратах. Именно спутниковые снимки стали базой для работы Надежды. По этим данным студентка анализировала различные факторы, влияющие на цветение воды в реке. Исследовался участок бассейна реки Волга вблизи города Казань, для которого были подготовлены данные дистанционного зондирования земли, то есть разновременные мультиспектральные космические снимки, которые анализировались в специализированном программном обеспечении ScanXMH-процессор. Исследовательская работа все еще в процессе, но уже есть результаты. Так, студентка выявила, что цветущая Волга – это результат нетипичных природных явлений, а также антропогенные факторы. Например, в 2020 году в СМИ говорилось о том, что в бассейн реки Волга было сброшено около 5 миллионов кубометров сгрязненных сточных вод, а Татарстан был назван в числе главных загрязнителей. И графики это подтвердили. Явление цветения было максимальным за исследуемый период и началось гораздо раньше, чем обычно. Надежда отмечает, что такое цветение опасно в первую очередь для человека, так как некоторые виды планктон являются ядовитыми и могут при контакте вызвать кожные заболевания. Также это опасно для уровня рыбной продуктивности из-за недостатка кислорода, вызываемое цветением. Надежда Сёрина и Владимир Безменов планируют расширять ореол своего исследования. Однако их задача лишь наблюдение, а ответственность за решение проблемы остается за специалистами-экологами. Наталья Жирнова, Фарид Захит Аглы, Универньюз.